Крестовые походы на исламский мир Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем приступить к подробностям самих крестовых походов, мы решили в качестве введения рассказать историю начала противостояния мусульман и христиан в Европе. К моменту начала пророчества нашего господина Мухаммада, миром и благословения, крестьяне проживали во многих частях Европы. И, наверное, государством, которое несло знамя христианства и являлось защитником христианства, была Византия или Византийская империя, также известная как Восточная Римская империя. Почему Восточная? Потому что приблизительно за сто лет до начала ислама пала Западная Римская империя в 476 году по Григорианскому летоисчислению. В этот период Византия владела огромной территорией в Европе и в Азии. В неё входила почти половина Восточной Европы, территория стран Балканского полуострова и Анатолия, территория современной Турции. Также она захватила часть Азии, всю территорию Шамы, Наниссирия, Иордания, Ливан, Палестина и также часть современной Африки, Египет, Ливия, Тунис, часть Алжиры. Византия владела почти всем побережьем Средиземного моря. Из-за того, что оно было окружено огромными землями Византии, его называли Римским морем, то есть Византийским. В момент начала ислама Византия, наряду с Персидской империей, была самым большим и сильным государством в мире. Но это были не единственные христиане. Они также проживали в Западной Европе, но находились на относительно низком уровне развития. Можно выделить государства франков, англосаксов, лангобардов, которые владели севером Италии и некоторые германские племена. Христиане Западной Европы были католиками, в то время как византийцы придерживались ортодоксального христианства. И в большинстве захваченных империей земель люди исповедовали ортодоксальное христианство. Помимо этих больших христианских государств в Европе, были также племена, в основном проживающие рядом с Византией, которые также исповедовали христианство. Такие племена были даже на Аравийском полуострове. Например, к югу от Мекки, на границе с Йеменом, проживали христиане Наджраны. К северу проживали христиане Шамы, которые были под влиянием соседней Византии. Такие племена, как Гассаниды, Таглиб и другие. То есть это были арабские племена, проживавшие на севере Аравийского полуострова и принявшие христианство. У них были хорошие отношения с Византией, так как они имели с ними союз. И эти арабы позже выступили против мусульман вместе с Византией. Также была еще одна известная христианская страна в Африке, Эфиопия. Ею правил Наджаше, возле которого, как его описал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, любой чувствовал себя в безопасности. Таково было географическое расположение христиан перед началом Исламы. Послание Ислама было направлено ко всему миру. Как говорит Аллах, Свят Он и Велик, «Мы послали тебя только как милость для миров». И сам пророк, алей-иссаляту вассалям, сказал, «Каждый пророк отправлялся к какому-то отдельному народу. Я же был послан ко всем мирам». Из-за повеления распространить религию во всем мире, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал отправлять своих послов к правителям, призывая их к вере в Аллаха. Он отправил письма к правителям всех больших государств, в том числе христианам. Правителем Византии в тот период был Ираклий I. В книгах мусульман его называют Ираклий Цезарь. Видимо, в тот период этот титул еще сохранился. Помимо него, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил письма к Мукаукису, правителю Египта, к Наджаше, правителю Эфиопии, к Шурахбилю, одному из предводителей племен Гассанидов, к Хасрове, второму правителю Персии, и ко многим другим правителям. Не станем упоминать всех, так как нас интересуют отношения между мусульманами и христианами в этот период, который был незадолго до крестовых походов. Как мы сказали ранее, это были письма с красивым призывом. Призывом принять ислам. Но в исламе нет принуждения. Поэтому эти письма содержали лишь мирный призыв ознакомиться с религией ислама. Но в восьмом году в Пахиджре случилось нечто неприятное. Пророк миром и благословения отправил своего сподвижника по имени Харис ибн Умайр, да будет доволен им Аллах, в качестве посла в Шам, но по дороге его схватили и убили люди Шурахбиля, одного из предводителей гассонидов, христианских племен Шама, о которых мы упоминали ранее. Во все времена, будь то в прежней или в нынешней, будь то у мусульман или же не у мусульман, действует закон «нельзя убивать послов», какая бы ни была вражда. К пророку миром и благословения однажды пришли два посла, один из которых был вероотступником, то есть раньше он был мусульманином, затем отошел от ислама. И пророк миром и благословения сказал им, «Если бы вы не были послами, я вас убил бы». Почему убил бы? Потому что они оставили ислам и выступали против мусульман. Но тот факт, что они пришли с посланием, сделал их жизнь неприкосновенной. Таков был закон, независимо от религии и обычаев. Но, несмотря на это, посол пророка миром и благословения был вероломно убит. Пророк миром и благословения незамедлительно собрал трёхтысячную армию и отправил её к вероотступникам, так как их действия несли в себе прямое объявление войны. При местности Мута произошла великая битва, которую называли сражением при Муте. В этом сражении, бесспорно, победа была за мусульманами, хотя мусульмане отступили. Мусульман было три тысячи, а византийцев вместе с арабами было двести тысяч. Три тысячи мусульман и двести тысяч неверных. Несмотря на такую разницу, из мусульман было убито не больше семнадцати человек, что указывает на стойкость мусульман и на их высокий боевой дух. А двухсоттысячная византийская армия, из которой половина были арабы-христиане, вернулись и не стали преследовать мусульман. Это было первое сражение между мусульманами и христианами. Конечно, это не значит, что была всеобщая вражда между мусульманами и христианами. Ведь были христиане, с которыми мусульмане были в мире. Христиане Наджирана, например, и другие. Но это сражение было началом вражды. Позже при Табуке, в девятом году по хиджре, должно было произойти еще одно сражение между тридцатитысячной армией мусульман и огромным войском византийцев, которое находилось в Шаме. Но последние, узнав о приближении войск к мусульман, решили не сражаться и вернулись, потому что они не забыли о том, что случилось при Муте за год до этого. Если то огромное войско не смогло справиться с тремя тысячами мусульман, то что будет с тридцатью тысячами? Таким образом, византийцы отступили, хотя их количество в разы превышало количество мусульман. После смерти пророка, миром и благословения, во времена Абу-Бакра Сиддыка, затем во времена Умара, да будет доволен имя Аллах, вражда между мусульманами и византийцами приняла обороты. Византийская империя, как мы сказали ранее, несла знамя христианства в то время. Война шла с переменным успехом, но мусульмане одержали великие победы в таких местах, как Аджнадин, Бисан, одержали победу в сражении Ярмук, в котором 94 тысячам мусульман противостояло 200-тысячное войско византийцев, которое было полностью сокрушено. Был освобождён Дамаск, Кама, Комс, Антакия, самая сильная крепость византийцев, о которой мы далее ещё расскажем, и был освобождён Байтуль-Магдис во время Умара, да будет доволен им Аллах. На протяжении семи лет шли войны во всех областях Шамы, в Палестине, Иордании, Сирии, Ливан и в некоторых частях Турции. Была также захвачена Кайсери, последняя крепость византийцев до горного хребта Тавр, который являлся границей между Турцией и Шамом. Мусульмане сумели освободить все эти земли, которые были во владении византийцев, в течение лишь семи лет, с 12 по 19 год по хиджри. В 20-м году начался новый фронт войны мусульман с римлянами в Египте, который к тому времени находился во владении римлян на протяжении девяти веков подряд. Представьте себе, девять непрерывных веков, пока не пришли мусульмане и не освободили египтян от оккупации византийцев, от чрезмерных налогов, невыполнимых обязательств и даже религиозного терроризма. Византийцы принуждали их исповедовать то, что угодно им, несмотря на то, что египтяне были той же веры, что и они. С приходом мусульман каждый получил полную свободу вероисповедания, так как в религии не должно быть принуждения. После этого была освобождена Барка в Ливии. А позже, с 43-го года, с начала правления Муавии, да будет доволен им Алла, то есть в начале амиядской эпохи халифата, была освобождена остальная северная часть Африки, Тунис, Алжир, Марокко. Освобождение проходило под командованием Укба ибн Нафи, да смелуется над ним Алла. Речь идет об освобождении этих земель от рук византийцев, так как север Африки, как мы сказали ранее, находился в их владении. В 92-м году по хиджре случилось грандиозное событие. Мусульмане освободили Аль-Андалуз, территорию Испании, Португалии в то время, и начался новый военный фронт на западе Европы. То есть мусульмане воюют на Ближнем Востоке с византийцами, в то же время началась новая война с западными европейцами. На западе война в основном шла с испанцами, так как на севере Пиренейского полуострова сохранилось маленькое испанское королевство, с которым шли войны на протяжении восьми веков. Мусульмане не остановились на освобождении Испании, а решили продвинуться в центре Европы и сумели захватить южную часть государства франков, которые в этой войне помогали своим соседям-испанцам. Была освобождена немалая часть, так как до Парижа оставалось около 120 километров. Но в 114-м году по хиджре продвижение мусульман в центральную Европу остановилось после сражения, известной как Битва при Пуатье, в котором победа была за европейцами. На Востоке война с византийцами продолжалась в течение всего периода правления амиядов и аббасидов и после них во времена османов. Амияды перенесли столицу в Дамаск, так как Шам считался самой важной территорией. Из-за близости столицы халифата к византийцам войны с ними не прекращались. Мусульмане даже предприняли не одну попытку захватить главный город византийцев – Константинополь, хотя все они были безуспешны. А аббасиды, которые пришли к власти после амиядов, в свою очередь назначили столицей Багдад, поэтому войны происходили реже. Но произошло несколько больших сражений. Одна из них произошла возле города Аморий, после того, как византийский император Феофил разрушил город Забатра в Малой Азии, в котором родился халиф Муутасим. Последний в ответ захватил и разрушил город Аморий. Почему именно этот город? Потому что это был город, в котором родился император Феофил. Таким образом, продолжались арабо-византийские войны. Иногда они заканчивались победой мусульман, иногда победой византийцев. Но факт в том, что война между мусульманами и византийцами была постоянной. Так же обстояло дело и на Западе, где мусульмане вели войну с западными европейцами. К 358 году по хиджри, то есть к середине IV века, произошло два громких события, изменившие ход войны. Эти события дают ясное понимание тому, что происходило во время крестовых войн. Первое – падение Антакии, которая, как мы знаем, была освобождена еще во времена Умара Аль-Фарук, да будет доволен им Аллах. Антакия пала от рук византийцев, что вызвало большой шум как среди мусульман, так и среди христиан, потому что она считалась важным культурным и духовным центром. Византийцы были убеждены, что только они имеют право владеть этим городом, и это прояснится в последующем, когда начнется вражда между ними и христоносцами, которые придут с запада. Вторым событием, предрешившим ход крестовых походов, был захват Египта убайдитами или фатимидами, что произошло в 358 году по хиджри, который соответствует 969 году по грегорианскому календарю. Убайдиты, о которых мы будем еще в последующем говорить, откололись от калифата в результате восстания в Западной Африке в 296 году по хиджри, и начали продвигаться на восток, пока не захватили Египет в 358 году. Период власти убайдитов сильно изменил Египет, так как он продолжался около двух веков. Захватив Египет, убайдиты не остановились, решили пойти дальше на Шам, и захватили часть земель Палестины. Обо всем этом подробнее мы расскажем далее. В конце V века, то есть через сто лет после захвата Египта убайдитами, положение мусульман ухудшилось. Как мы сказали ранее, войны мусульман с византийцами на Ближнем Востоке и с испанцами и франками на Западе не прекращались. Так вот, к концу V века мусульмане на Востоке утратили свое военное превосходство. О причинах слабости и упадка мусульман мы расскажем далее. На Западе все шло иначе. Там образовалось государство мурабитунов или аль-муравидов, так их называли испанцы. Это государство считается одним из самых великих государств мусульман. Тот, кто изучает историю Африки, особенно западных стран, обязательно должен знать про эту великую страну. В 479 году по хиджри, то есть в конце того же V века, мусульмане под предводительством Юсуфа ибн Тишфин, досмелуются над ним Аллах, одного из величайших предводителей мусульман, на равнине Залляка столкнулись с крестоносцами в великой битве при Залляке, память о которой сохранится вечно и в которой мусульмане одержали сокрушительную победу. Войско крестоносцев с севера Испании и Франции насчитывало 60 тысяч человек, все из которых были убиты. Таким образом, Запад мусульман процветал и усиливался, в то время как Восток ослабевал. Крестьяне, которые размышляли о начале крестовых походов, что подтолкнуло их на эти размышления, расскажем далее, видели сложным проход через Запад мусульман. И в то же время проходы мусульман в центральную часть Европы препятствовали такие королевства, как Леон, Кастилия, Арагон, Португалия. То есть, крестоносцы чувствовали, что Запад в безопасности, в то же время не могли сразиться с мусульманами аль-Маравидов после битвы при Азалляке. Поэтому впервые за все время своей вражды с мусульманами они решили поменять стратегию, перебросив все свои силы с Запада на Восток. Так как Восток мусульман был в сильном упадке. Были некоторые другие причины и обстоятельства, которые подтолкнули крестоносцев направить силы на Восток. Но сильное искушение вызвало именно слабость мусульман. Таким образом, крестоносцы, преодолевая сотни милей, даже может быть тысячи, направились войной на Шам. Около двухсот лет продолжались крестовые войны. Это был эпизод из многовековой вражды между мусульманами и европейцами. Как мы сказали ранее, эта вражда продолжалась с начала пророчества нашего господина Мухаммада миром и благословения. Сначала Газавата Мута, затем Табук, до конца пятого века, то есть пять веков подряд. После этого два века шли крестовые войны. После завершения крестовых войн вражда прекратилась? Нет. После крестовых походов в Испании произошли печальные события. В 636 году по хиджри пала Кордове, через 10 лет в 646 году пала Севилья. Все это в начале седьмого века. То есть эти события произошли в Испании вместе с завершением двухсотлетними крестовыми походами, и за мусульманами сохранилась только маленькая провинция на юге Испании, королевство Гранада. В восьмом веке по хиджри, то есть после крестовых походов, образовалась новая мусульманская страна, государство османов. Впервые они появились в Анатолии, то есть в Малой Азии, где сейчас находится Турция. С истечением времени они начали враждовать с Византией, которая хотела расшириться, захватив земли Анатолии и Шамы. Османы продолжали развиваться и расширять свои границы. И в 857 году по хиджри произошло событие, которое потрясло весь мир. Османы захватили столицу византийцев Константинополь, ныне это Стамбул. Сбылось предсказание пророка миром и благословения, что Константинополь непременно будет освобожден. После этого Османская империя несла знамя исламы и являлась его защитником в течение нескольких веков подряд. Но вскоре после освобождения Константинополя в 897 году по хиджри, то есть через 40 лет, с запада пришла печальная весть о падении гранады, с которым завершилась власть мусульман в Аляндалусе. Период наивысшего влияния в территорию Османской империи входила почти вся Восточная Европа. Албания, Греция, Болгария, Македония, Югословакия. Даже император Австрии платил мусульманам налог. Но вскоре начался период расцвета Западной Европы. Начались захваты земель, начался известный период колонизации исламского мира, начало которым поставили испанцы и португальцы, затем присоединились голландцы и завершили период своими захватами французы, англичане и итальянцы. Всем вам известно, что произошло в этот период. С 12 по 14 века по хиджре почти все земли мусульман были оккупированы. Но в середине 14 века начались освободительные движения в Ливане, в Сирии и так далее. И вскоре все мусульмане полностью освободились от захватчиков, за исключением Палестины и двух городов Марокко, Сеута и Мелилья, которые остались во владении испанцев. Посмотрите, братья и сестры, как со времен начала ислама по сей день идет вражда между мусульманами и христианами в Палестине, в Афганистане и в других странах. Скорее всего, это будет продолжаться до судного дня, потому что в некоторых хадисах говорится, что перед судным днем будет война между мусульманами и римлянами. Это нам говорит о том, что вражда между мусульманами и неверными не является чем-то странным. Всевышний говорит в своей книге, если бы Аллах не останавливал одних людей посредством других, то на земле была бы смута. Как проходила эта борьба мусульман с христианами в период крестовых походов, мы узнаем в последующих лекциях. Просим Аллаха дать нам понимание его путей, одарить нас полезными знаниями и помочь нам брать с них пользу. Поистине, он владеет этим и только он способен на это. Вассаляму алейкум и рахматуллах и баракатух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова